Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Рохаб, с вами Мила и Инмейд. Вторая карта между Felt и Wind & Drain. Также хочу сразу вам рассказать, что партнером трансляции является XPG. И вы можете найти баннер от XPG под трансляцией, приобрести игровые аксессуары XPG и участвовать в розыгрыше. XPG — ваше преимущество в бою. Летка. Моешь. Умеешь. — Определенно. Я вот думаю, что мне надо вообще все рекламировать. — Пацаны вообще девчата. — Слушай, посмотрела я скрины. — Да причем в игре тащила, то есть там в конце он даже что-то в рифмы делал. Но то, что он в лобби писал, это просто жесть. То есть я не знаю, на месте варов я бы просто сказал, типа, что это за фигня, и вошел бы с разборками. — Да, так и должно было быть. Ну, если бы они хотели реально что-то в таком духе. Просто, знаете, к сожалению, мы не можем озвучивать то, что они писали, потому что это максимально некрасиво было бы. Но примерно по уровню то, что пишут в пабликах, только без каких-то супер жестких оскорблений, без матных оскорблений. Но маты там тоже были. Поэтому очень интересно. Ладно, посмотрим за игрой. И заодно посмотрим на коэффициенты. Коэффициенты от нашего партнера. Коэффициенты у нас следующие. 1.03 на фэлтов и 10.09 на варов. Неплохо на серию, надеюсь. Потому что если это на карту, это просто жесть. Такая притопка, такая уверенность, это добра не доводит. Ну, и можно уже про пики немножко поговорить. С нафайровой, спирит и абадон от фэлт. Против кентавра, аппарата и медузы от варов. Медуза опять у нас появилась. Решили, что с гирокоптером что-то пошло не так. Посмотрим, вот Медуза вроде бы выигрывает. Возьмем Медузу. Медуза, здравствуйте, хороший. В среднем. Лучше, чем гирокоптер в любом случае. Вчера у нас гирокоптер проиграл. Сегодня гирокоптер тоже проигрывает. Знаешь, вот, кстати, мне больше всего запомнилось, как играет на гирокоптере. И вот прям чувствует это его герой эфир. Фир, он очень хорошо себя показывал. Не знаю почему, в Америке просто все постоянно пикают гирокоптера. Несмотря на то, что вот мне интересно было бы сравнить с Эндрейтом, да, сейчас вообще на какой позиции популярность этот герой. Но он явно же не входит даже в топ-5 для коров, для первой позиции. Наверное, он не входит, да. Фир, кстати, прямо сейчас стримит. Играет на Фурионе. Да, он тоже любит в Америке этого героя. Тогда вот так, во всех регионах, во всех проиграх за этот патч... Угу. За этот патч гирокоптер, да, его зовут? Да. Ща. 107 игр, 43 винрейт. Ну, почти 44, на самом деле. Ну, не сказать, что самый приятный винрейт. Самый там какой-то вот... Я понимаю, когда гирокоптер... Он 20-29 по популярности. 29-й, то есть реально это же даже не десятка первая. Я понимаю, когда берут его, там, не знаю, против героев с иллюзием, там, ПЛ, вот даже ТБ появился. И здесь, кстати, ТБ появился. Нас против медузы. Как ты на это смотришь? Да, хорошо смотрю. Он же делает из нее, типа, вот этот рефлекшн, который всех развалит. Он сам очень плотно бьет в таргет, он сам по себе, то есть тоже неплохо фармит, не проигрывает. Так, у меня хотелось сейчас на май, правильно, на дворе. Давай попробуй посмотреть, условно, с 1 марта по сегодняшний день. Давай, давай посмотрим. Ну, по позиционкам у нас вроде бы все у фэлтов понятно. Это абадон пятерка, сныфаер четверка, террор в легкую линию на первую позицию, вот спирит. Пока, скорее всего, мид. И, возможно, фэлты должны добрать себе третью позицию. То есть у них есть еще определенные опции. Например, мы буквально вчера с тобой комментировали игру, где Квинс и Крю использовали сныфаер в мид для Квина. Тогда они могли бы там сыграть с тройкой, вот спиритом и что-то в этом духе. Ну, не знаю, будут ли фэлты что-то выдумывать или сыграют по стандарту. Опять же, можно попробовать предпринять какие-то действия, если какой-то неприятный контрпик появится у варов. Но у варов сейчас пока все максимально открыто. Аппарат пятая позиция, Медуза первая позиция, Рубик четверка и Кентавр тройка. То есть фарам остается добрать себе героя в мид. И сейчас посмотрим, кого они будут банить. Судя по тому, что они забанили Слордара, они согласны с моим предположением по драфту фэлт и по позиционкам. И вот сейчас им нужно избавиться еще от какого-то героя, который в теории может помешать Медузе. Либо просто сам будет хорошо фармить на линии. И они решили, что Тайтхантер. Это будет Тайтхантер. Тайтхантер это и правда герой, которого достаточно сложно как-то на линии прогнать. Медуза и Парат с этим мало вероятно что справится, несмотря на то, что это два рейнджа героя. Плюс даже если у них как-то появится шанс хороший прохарасить и так далее, у него есть возможность пойти на тройку. Опять и в стаке этот герой фармит. И в любом случае неприятно против рейнджа драться. Хотя, если учитывать то, что у них есть Рубик, то Тайтхантер они могли... Тут вроде не так уже страшно. Да, вот о чем была речь. Появляется вообще интересный герой. Это... Брюмастер. Брюмастер. Вообще не помню, когда я его последний раз комментировал. Вот просто, мне кажется, миллион лет его не видела в драфтах. Возможно, в СНГ он появляется. Но вот в Америке это явно... Это, знаешь, если герокоптер там 27 место, ты сказал, 29, да? Ну да, плюс-плюс-минус. Брюмастер, я уверена, он там... Ну я могу попробовать его посмотреть. Гораздо... Не знаю, хотя бы в 50 первых веках входит. У него 14 драфтов, 42 винрейт. Но просто ценим в важных каких-то матчах. Сейчас попробуйте сказать, какое там примерно... Сколько я сказал, 19 матчей, 23, сколько там было? Все забыл. 14 матчей, значит, он получается... 96-й популярности. Просто 96-й. То есть я готов назвать миллион оффлейнеров, которые бы подошли и были бы полезны здесь. Возможно, что... Сейчас что-то придумают довольно концептуально и интересное. Возможно. Возможно, не придумают. Потому что был у меня вариант, знаешь, что я не типа сделаю там бабку какую-нибудь... Условно бабками, да, там вот спирит оффлейн, бабка оффлейн, что это просто по фарбе какая-то сайта любят делать. Абадона там что-нибудь, но они не стали. То есть взор сел на брюлмастера, поэтому, видимо... Ничего не поменяется. Это будет, получается, 4 бабка, 3 брюл. Террор с абадоном и вводится перед мид. Не учит, как победа. Веришь в брюлмастера? Я, скорее, просто верю в глобальный фэлт, потому как играли в ар первую карту. Это просто жесть. Ему это очень тяжело. Но это довольно интересно, что второй дивизион, североамериканский, топ-7, топ-8 команды, да, у нас получается 3 человека из России и один из Украины. Вообще, в этом плане вары довольно интересные ребята, потому что у них один североамериканец, один перуанец, один казах, один русский, один украинец. Как тебе такой составчик для Северной Америки? Не бы не вырастать, как они вообще получили возможность играть, потому что у них с этого региона 2 человека. Если считать Южную Америку, как человек, который плюс-минус, да, где-то там может тусить. Так, я без понятия. Я вообще не знаю, как там правила работают из-за того, что теперь вот в лобе такое пишут и никак не реагируют. Мне теперь очень интересно. Хотя... Он на драфте писал еще очень много всего. У него администрация типа нормальной и вообще типа... Этот скитар говорит, что нет, он ненормальный, это ободон. И он ему еще репа зачитал. Ну... Он и попросил не писать этого хотя бы в игре. Посмотрим, к чему это приведет. Ну да, держи меня в курсе, потому что я не вижу ничего, что они там пишут. Хорошо тебе. Да, это правильно. Я бы хотел этого не видеть. Так, ладно. Хотел, не хотел. Игра началась. Давай смотреть. Давай. Разбудет ли Словен Вард не будет. Су-твоей спирит бега, да, пытается вот там нащупать в рейджи вышки. То есть стреляет, меня видит. Не стреляет, не видит. Значит, Варда нет. Все, ок, свои, кстати, Варда поставили. Так что можно пойти сломать. То есть вот здесь за дерево можно было бы встать, зачекать. Никто, видимо, не пойдет, не будет пытаться проверять сейчас. Ставят Вард только сейчас сюда у нас Эмберспирит. Тоже можно было пойти, кстати, почекать, проверить. То есть вот тут довольно большая линия, да, в которой Вард тебя видит. Чтобы понять, откуда стреляет, почему стреляет и так далее. Возможно, сейчас Абадонный планировал об этом заняться. Там стоит аппарат. Очевидно, что пока здесь есть герой, это не работает и не проверить. И расходится по линиям. Никаких драк у нас на старце нет. По линиям мы, в принципе, все опять же сказали верно. Ничего нового не придумали. Стандартная линия Вардспирит против Эмберспирита. Надеялась я, конечно, вчера посмотреть, будет спиритом от Куина. Но Илджинисус не подарили мне такой возможности, отправляя его постоянно в бан. Ну-ка, сегодня посмотрим, да. Потому что, опять же, довольно интересный сам по себе лайнап. Это будет спирит против Эмберспирита. Я до сих пор не знаю, кто из них сильнее и кого надо брать в контрпик. Но, по идее, появился ласт пиком именно Эмбер. То есть, как минимум, команда Вардс считает, что это будет хорошим решением, хорошим предстоянием. Вот, судя, я закончил. Просто показал, что-то пропал на секундочку. Судя по тому, что вообще постоянно эта линия появляется, возможно, тут даже, знаешь, нет героя, который прям в силе. Просто они приблизительно одинаково стоят в линию с Флэнгвардом. Можно, наверное, так сказать. Меня больше интересует именно полезность Эмберспирита потом по игре. То есть, я давно не видел именно полезного Эмбера, да? Огненного, да, парня. Потому что в этот мир он как не заедет. То есть, вот у тебя и сайленс, вот у тебя и какой-то контроль, вот у тебя так-сяк. Там Юл собрал, царь игры. Арчит собрал, царь игры. Я не знаю, там, опять кристаллисом старый билд собрал. Все тут очень хорошо. Эмбер, вообще не понятно. То есть, как играть и что делать, то есть, какие слоты собирать. А как быть полезным? Вот такой вопрос, скорее, у меня есть. Полезность. Пока я не знаю, пока сверху-сверху полезность. Полезный у нас аппарат. Да, достаточно полезный. Расплатно сформляют на Снэфлайр. Просто затыкали ее, подставилась. И у нее не было никакого фэрика. Купила себе изначально. Притомный аппарат. Блэйдстоун взял. И Снэфлайр взял. Блэйдстоун. Рубик, Кентавр. Насколько бы стебла поставить для них и эта линия, если понять любого героя, но не бремастера. Просто, вопреки, представь на секунду, что вот у тебя бабка саппорт. И жаль на любого героя с контролем можешь взять и просто давить эту линию без вариантов. Акс, Марс, Лордар, Кентавр. Кентавр, даже Андерлорд, в конце концов. Они всем реально сильно напрягали, не давали Медузе нормально фармить. И по игре потом были полезны. И они реально, имея миллион героев, которых можно было взять, выбрали худшего из них. А не как этот, как Доктор Стрэндж, так в обратную сторону. Я посмотрел там 10 тысяч миллионов версий будущего, и только в одном мы проигрываем. Это был мастером. Ну, вообще, кстати, вот мне очень нравится, как Дэссенс Фаер, очевидно, мы с тобой предполагали, какие герои могли быть. А какие-то прям агрессивные герои, вот против того же самого аппарата, например, который в рамках линии не обладает никакими эскейпами. И на него ты просто набегаешь, не знаю, взять даже того же самого Клокверка, да? Клокверк, Сикер, Вильдера. Столько вариантов. Веника возьми, вот шикарный герой. Нет героя реально хуже для этой линии, чем Брюк, потому что, то есть, он бегает, он Ботл купил, да? Знаешь, как раз он на билке нажимал на этой линии? Ноль у него, это реально, на самом деле, один раз он там, когда боевал, нажал этот Клэп. Сейчас, возможно, будет попытка номер два что-то нажать. Ну, просто не обладает герой нехорошим нюком, нехорошим уроном на старте игры, то есть, очень тяжело на линию выиграть. Подфармливает хотя бы, что-то уже хорошо. Потом посмотрим, давай не будем сильно его пока гнобить. Хотя, возможно, стоит. Но на шестом уровне, возможно, он как-то раскроется и что-то нам покажет. Есть определенные моменты, то есть, возможно, они решили, правда, что-то потестить, мол, игра прошла слишком легко для нас. Мы можем как раз вот сейчас взять, потренировать себе какую-то, не знаю, новую стратегию, потому что, как ты уже сказал, не было ни одной причины брать Бримастера. Так, Миди, что у нас? А, нет, все нормально. Там Миди... Снизу. А вот это? Умирает ТБ. Здесь более такая стандартная линия. Кентавр, Рубик, ты бы ошибся, где, не знаю, находился Абадон. Вот сейчас он дерется. Мы с тобой вчера видели, как можно играть на Абадоне. Что с ним можно сделать? Как можно играть на Вайпере, на Абадоне, и как можно даже с антимагом стоять в линию с этим персонажем. Скорее, знаешь, мы с тобой, может, не видели, где был Абадон, но это отлично вид для ребят из воров, то что их вард на линии стоит, и не знали, что он ушел, поэтому нападали. Ну, ты бы, из формы, он можешь все нажать и пойти фармить. А здесь Абадон, кстати, не брал Орбовеном. То есть, вот мы видели, как с антимагом... Он этапок не брал, просто ты бегал на свинлей, с Орбовеном, быстрый этапок, и потом, то есть, бегает где-то, машина в 390-м спида, и что ты ему сделаешь? Этот в целом ничего не делает. Он, видишь, он и курсов фавернус не брал, то есть из-за этого, возможно, драться на ремонте. Он не может, то есть взял раскачку 2-2, в прошлое, если помнишь, с первого мяча, с первого уровня, с мячом пришел. Сверху умирает, берем прямо сейчас. Астамплайр отошла, сразу было нападение на бремастера. Какой-то крепкий фиделлит идет, причем у нас Адель Сафар отошла. Если бы она не отошла, ничего не поменялось бы. Потому что точно так же бы умер брел. Слишком он далеко и опасно вышел. Так, стычка. На руне, снизу забирает рубану, бабка может здесь умереть. Потому что с ним было имберс теперь, ты уже ее, наверное, здесь не отпустишь. Но длинается, а брошана пытается выбрануть. Очевидно, имбер бежит просто за ней. У него нет первой обилки, вообще, у него нет первой обилки. Если бабка бы это знала, она могла просто нажать тэп-аут. Но она не знала. Мы не скажем ей, она не знала. Но то и проблема, что опять должны быть небольшие в бремастер. У него нет ни захила, никакого, ничего. То есть аппарат реально может ее просто продолжить разминать по здоровью. Что у него есть флазка, у него есть стики. Снизу нападение на абадона, щиточки кинуть не успевает. Дабылает же, абадон погибает. 2000 на седьмое преимущество у воров. Я даже не знаю, что сказать. Что та самая притопка 10 на 0, она должна была быть чем-то обусловлена. Потому что опять же, команда 2-5. 1-5 или 1-5, да, вроде, там 24 или 24 часа. 1-5, 1-5, да. Команды максимально для друга стоят. То есть и та, и другая, они вот... Самый низ пищевой цепочки. То есть любая другая команда, это просто акула, которая охотится там. И видит в них просто кусок мяса. Просто лишние ПТС и лишняя победа. Поэтому считать, что между двумя кусками мяса у кого-то может быть 10, у кого-то там один. Это довольно странно. Ну, опять же, еще самый старт игры, эти самые 2000, тут и не такой отыгрывается. То есть один удачный мув, одно удачное перемещение. Вот сейчас, допустим, видит Эмир Спирит, который не стягивается с ультимейтом. Пытаться напасть на ТБ. Сделать телепорт, поймать, убить. Например. Или наоборот, просто ТБ. Ладно, окей, ничего страшного. Там ТП в топ, ТП в мид, чтобы у тебя в лес. Просто пойти пофармить, иллюзии раскинуть куда-нибудь. В общем, чтобы не терять время. Чтобы итогу бабка стягивает этого самого Эмир Спирита в центр. Кидрюзать с ульт Кентавра. Эмир Спирит решил обилки не юзать. Пытается уехать. Но у него, наверное, получится. Потому что Эмир Ультимейт и кончится, как бы можно было его Эмир Спирита забрать. Пока выглядит, будто бы, вариант драфта Эмбера вводит Спирита. Это было вполне оправдано. Ну да. Потому что линию он выиграл, по карте двигается лучше. То есть сам Эмир Спирит ничего не жмет. У него есть дабл дэм, сейчас ему бабка перезарядит Боттл. У него откатился один стак ультимейта. Снизу, сверху точнее, умирает опять Брюмастер. У него как раз-таки по ДД нападают на Рубика и делают хотя бы первый фраг для себя. Ну, хотя бы что-то получилось сделать, потому что Брю еще очень не повезло. У него буквально там, ну, просто посмотри по левелу, не хватило до шестого. Там уже можно было бы, наверное, как-то даже и подраться. Эмбер идет за бабкой, но не до конца. Здесь, наверное, находится ввод Спирит. Возвращается Эмбер в мид. Ну, где-то просто Крепчиков. Стандартный вопрос, опять же, а зачем брали-то Брюмастер? Каков был план, что он Ленин никак не подстоял? Тогда у них все получилось. Если план был в чем-то другом, то где-то какая-то ошибка произошла. Снова умирает Абадон. Тоже он шестого левела, очевидно, еще не имеет. Поэтому его тут так наказывают с ВГ-брейсером. Уже очень плотный кентавр. 1730 хп. Что ты ему сделаешь? Стоит, стучит третьим дабл-эджем и раз-разом Бадон объясняет. Юзается сам в ультимейт, чтобы сверху бежал аппарат. Но тут уже брел не так просто. Поднимает, опускает, бьет и... Хотя бы как-то, хотя бы что-то. То есть, юзается на ультимейт, чтобы бить саппорта. Но в данной ситуации, мне кажется, это вполне правдное решение. Потому что... Ну что, даже делать надо? Хотя бы какие-то деньги получат. Хотя бы во что-то выйдет. И аппарата хотя бы от чего-то отзонит. Вот теперь... Уда, у нее у нас 4 секунды. Дисимилейт, 8 дрезант пульса. Товар без телепорта. То есть, просто не упустить его. Не упустил. Все, красава. И 3-8 начинают потихоньку делать дела. Глава проблем пока только в том, что Медуза уже с Яшей. Она уже ушла в лес и имеет 5100 голды на руках. Там в центре нападения на Бабку. Бабка погибает. Вот. И в плане Медузы, то есть, 5100 у нее и 3800 УТБ. Вот эта разница довольно печальная для ТБ. То есть, ему будет тяжело догонять Медузу. Потому что герои в некотором смысле одинаковые. То есть, один и второй просто фармят. И чем больше у них есть, тем быстрее они фармят. Ультимейт от аппарата. Сейчас Эмбер спирит будет так же. Эмбер готов прыгать. Но опасно, потому что вдруг есть ультимейт. Рядышка к ним есть Абадон. Хотя нет, мы-то знаем. Он-то не знает, правильно? И в итоге Абадон. С этим счетчиком его спас. И Эмбер выживает. 3000 пока преимущество за в армии. Ну и у двух коров все очень здорово. И Эмбер агрессивно играет. Ведет себя явно поинтереснее, чем на предыдущей карте. Сейчас встречается с Войтспиритом. Войтспирит. Нормально, если ты раздамажил. Да, и сам Волькентара. Мне кажется, Эмбер мог бы развернуться и убил бы их. Потому что все уже кончилось. Все, Войтспирит. Затиделит аппарата. Четко. Красавчик. Но он, правда, хорошо кинул. Плюс 50. И уже 5000. 5000 для 12 минуты очень много. И между корами очень большая разница. Это 2000. Брел ты бы видела, как сейчас умер. Я не видела. Ты не видел, но видно, знай. Верь мне, он умер очень плохо. Знаешь, я... Почему ты судьбе верю? Он был в той самой ситуации, где можно было сделать 20 тысяч разных движений. И 20 тысяч первая тебя бы убила. Он сделал именно его. Он просто подошел в полную кентавру, и тот его убил. Кентавра сейчас будет цеплять на боте. Войтспирит должен врываться. С нафаер с ультом. Просто под притяжку. И притяжка не срабатывает. Войтспирит промахивается. Я не стану, сейчас еще умрет. Да, он умрет, потому что его тут аппарат с эмбером подловили. В итоге кентавр выживает. Эмберспирит делает фраг. Нападение на Абадон, Абадон с ультимейтом. Бабка просто спряталась. Абадон, варзвели на ультимейт. И пойдете дальше. Плангвард работает. Фистычинный. Ну и в принципе, это минус должен быть. Мега килл для эмбера. 2000 сверху. То есть у него еще очень много золота. Сейчас поставит время. Надо сделать телепорт на базу при генице. Может быть дальше хотите напрягать. Мидуза в это время подпушила мид. Думала, что на нее будет нападение. Тавр еще не заденайла бремастер. Ну и преимущество просто растет, растет и растет. Знаешь, я, по-моему, вчера тебе говорила. Бывают такие игры, когда кажется... Посмотри, что бабка делает все это время. Да, да, да. Сам Алтавр, у него куда он телепорт. И как выйти, если она видит на крипах, что вот эмбер по дороге. Куда, куда едет? Да, нужно настоять сейчас откатиться телепорт и сделать его. Либо увидела, что эмбер ушел, подформит пачку. Ну да, видишь, улетает. Надо что-то делать. Там была неудобная ситуация с тем, что вот именно как раз-таки они ворвались с Кентавра. Когда Войт Спирит умер. Она заденял Тавр и дала понять, что она здесь. И нужно было выжать время, чтобы не подставиться. Как раз говорила я, по-моему, вчера, что бывают игры, что в Северной, что Южной Америке. Когда одна команда выигрывает первую игру, ну просто в... Не то, что даже в Салат, там, без шансов каких-то, без единых шансов. И потом скажется, как будто команды поменялись тегами. На топе забираю Трубика, ультимейт от аппарата. Эмбер, примещение на хосте. Здесь рядом находится Абадон. Сейчас должен подставить Войт Спирита. Абадон идет дальше за Войт Спиритом. Рядом также Кентавр без ультимейта. Бримастер приходит. Клэпает. Напугал Эмбера. Молнии прилетают уже Эмбер Спириту. Урона становится больше. И Эмберу со Медузой. На первых местах планы с Фолтенфорсу. Подловили аппарата. Аппарат. Пытается как-то еще подмассить здесь. Но очевидно, что зажали и уже никуда не уйдет. Ну а какие-то действия дальше продолжат делать? То есть, уберет, там вот этот ультимейт есть. Для чего даже они героя брали. Падение пошло на Эмбер Спирита. Не очень пока ему больно. Приходит сжать ультимейт. Ну-ка, давай диспл на щит. Приходит Абадон. И они просто смотрят, как Эмбер. Нормально-то. Смотри, земелья клавиши живет, как молодой. Одного поднял. Ты-то нажал второй сюда, третий сюда. Панда повел. Сейчас тоже сложится. Отдает ультимейт Рубику. Это ситуация, конечно, не очень хорошая. Я вообще не понимаю, что вот делал сейчас Бримастер. То есть, а как он думал убить Эмбер Спирита с Абадоном? Непонятно. То есть, ты Бримастер. Против тебя Эмбер Спирит. У него есть эскейпы. Он сейчас первый, там второй надворст на карте. Останчик ультимейта от аппарата. Абадона в два раза решили убить. Добили до лоу хп. Ниницы урона, чтобы он зарегистрировался, убили его еще раз. Ну, слушай, есть хорошая новость, на самом деле, на фоне того, что мы с тобой сейчас видим. Это что игра просто не очень долго будет. Ну, челюстями закончить и пойдем в третью смотреть, потому что такую Медузу уже, ну, физически будет нечем устанавливать. У нее есть мата, у нее есть полаганима. У нас занимает враженские леса, вражеский револьник. Вы вообще без каких-либо проблем и претензий просто его фармит. В любом момент времени можно забрать вышку в топе первую, вторую. В любом момент времени можно быть Ирошана забрать. Так. Приходит Бримастер, безумцем, это. Просто он приходит в героев и умирает. Я не знаю, то есть, это уже даже не смешно. Ну, это, он просто подошел под кентавр и говорит, я без ультимейта кентавр, не хочешь меня подстанеть? Не хочешь, в принципе, что-то со мной сделать? Я вижу, у тебя там аппарат, Медуза за тобой стоит. Давайте что-нибудь. У них там вар стоял, типа, они его видели, кентавр с лагером, типа, прыгнул. Прикопаться к нему можно, но тяжело, на самом деле. Он видел тоже Медузу, он видел, что там Медуза и кентавр. Он шел кинуть в хрипов, чтобы вышку отпушить. Пытать сделать его с вестинской паута, его получается. Я понимаю, зачем он пытался это сделать, но... То есть, зачем было про Громастера? Вот это ты не понимаешь, да? Восемнадцатая минута, девять тысяч. Как комментировать игру, в которой даже... Драфт. Ну, вообще... Были смотреть, ладно. Очень интересно. Грамм, вот спирит. Главит спирит, и цепляют, убивают, я думаю. Хотя, уворачиваются. Небаг вести. Пентавр допрыгивает. Все, ок, 10 секунд ультимейта. Стики есть, ему она будет, бабка заливает. Надо ворачиваться. Букбрюс заработает. Посмотри, подошел, заклапал, ударил, забрал старик, начинает... Смотри, куда он идет. Пасечак, байтин, байтин. Байтин, байтин. Пасечак, байтин, байтин. Сейчас, что-то будет. Сейчас, это... Вот сейчас. Или вот прямо сейчас. Нет, ладно, не будет. Олега хотел, чтобы что-то было, но ничего не произошло. Рубик отогнал, тб, сток. Можно в динайд вышку теперь. Может, свет хп, либо оставить, чтобы потом в нужность с момента времени у тебя был возможен вариант откуда у них самый. Картификейшн. Каю приобретает вот спид, травола и кая. Да, хотела, конечно, посмотреть на вот спирита. Так, идет за аппаратом. В этот раз попал, притянул. Ультимейт от аппарата. Печенька от Снэпфайр. Эмбер. Здесь еще вот нужны фейсты. Кстати, Абадон потратил ультимейт, когда в прошлый раз. И просто посмотри на хп. Что в Снэпфайр, что в Войтспирита. Рубика подцепили. Скинтавр запрыгивает. Разбирается с Войтспиритом. Брюмастер разучился. Так. Что-то долго думал с героями. Но в итоге вроде нажал, поднял Медузу, кинул Станчик. Все ок. Может, пинг? Возможно. Так. Идут дальше. Войтспирит. Еще в таверне, поэтому никак в своей команде не поможет. ТБ. Сандер. Прожимает. Абадон имеется. Как-то какой-то подхил. Печенька от Снэпфайр. Фисты. Нет. Не добили. Ультимейт от Абадона. Эмбер. Кентавр уже на базе. Хаоса и Рубики подцепить не получилось. Попытка интересная. Сандер был. 3-2. И драки происходят уже на базе у Фелд. Сейчас Рубик приобретет себе блинг. Будет немножко попроще играть. 10 тысяч преимущества. Можно аппарат расставлять здесь какой-то вижен. Можно подумать про тавер на боте. Кстати, вот Бримастер пока без ультимейта. Можно его достаточно просто забрать. Аппарат с Глимером. Медуза идет с Аганимом. Бримастер спрятался. После Амантастайла и Аганима будет собирать бабочку. Рубик, кстати, тавер даже не заданная на топе. И вот блинг уже готов. Фуэд Спирит. Будет нападение на Рубика. Опять же, притяжкой попадает. Но Рубик успел отреагировать в стики. И уходит на буквально 30 хп оставалось. 50 закинул. Желтым флэшем. На боте вышечка падает. Это значит, что Амант пост для себя вара открывает. Эмбер выход в Аганим. Рубик, Блин, Клинца. Опять же, Рубик постоянно фармит на топе. Медуза хватает фарма. Нужно дождаться. Кентавр, Кентавр там прыгнул вдвоем, дождался. Нашел. Эмбер был далековато. Чего у него дальше там особей же не было. Он просто на чуячки ворвался. Сейчас Эммер тут. У Баддона есть ультимейт. Сразу выжмет. Подсветили Брюмастер. А вот она Медуза. Давай смотреть. 13-го Паха Левела. Ей бы, конечно, чуть-чуть подфармить. Чем планирует сделать. Брюмастерам поставляют Кентавр. Станчик. Должно стереть его защитные секунды. Так и происходит. В Этспирит заходит замес. Идет за Рубиком. Ну, Рубика также была страстная. Поэтому он отступает. Кентавр, стампин ультимальт от аппарата. Пытается разобраться в Кентавр. Кентавр погибает Снапайр. Потратила на него ультимейт. Размен одного Хардлайнера на другого. Снапайр еще запрасывает. Тут спирита последует Эмбер. Поставил за собой ремнант Эмбер. Будет ли прыгать? Ну, нет. Уходит. Уходит дальше. Он не хочет драться. Зато подрались с Рубиком. Рубик решил подраться. Да, зачем? Непонятно, но... Это его выбор. Медуза тем временем просто вышла из драки. И такая, типа, ладно, мне тут на самом деле делать нечего. Ушла. Нашла два Бунтоса. Довольно с собой. И из вариантов, которые она планировала делать Драгонлайн, спауна перешла в вариант. Просто делаю бабочку. На мне, как мне кажется, это и правильное решение. Здесь уже вот появляется у нее Иглсонг. То есть урона чуть побольше. С бабочкой все-таки у тебя и выживаемость, и урон. Тем более вы очень много доминируете. Здесь как раз просто чуть-чуть больше урона, чтобы быстрее убивать героев. Этого должно хватить. ТБ, конечно, старается, но по форму он все равно отстает на 4000. И о таких слотах, как я на данный момент, есть у Медузова, может только мечтать. В следующем, кстати, слотом убирается в Иглана. Да, когда-то что-то, наверное, сироп купит. Там у нас ворует щиточек Абадон, нарубая. Вот это, я думаю. Слот победы будет. Слово нападает на брел. Абадон рядом, под сейф. Дальше цепляет Веймбер. Ультимейт от аппарата. Мембремастер разультился. Медуза уже наносит достаточно серьезное количество урона. Они почти убили до трех пандят просто за первый же контроль. Ушла кое-как земляная на тысячу хп. Тауэр за Данайри. Войт Спирит оцепляют печенька от Снэпфайр. Войт Спирит, да, никуда не уйдет. Бремастер без ультимейта теперь замедление. Щиточек от Абадона. Щиток ворует у нас Рубена. Гони появляются у Эмбер Спирита. И вот заход на хайграунд. Даже без бабочки, без аегисов. Абадон, ультимейт. Развели. Эмбер. Как развери, он в констыре вернулся, потому что его здоровье кончилось. Пошел эльтаппарат. Снэпфайр поцепили. Он, возможно, не упадет в кого-то. Минус на флайр. Снэпфайр убили два героя под фонтаном. Не могут нормально регенеться, потому что у них вытекает здоровье. Но и Т3 упадет прямо сейчас. ТБ пока даже не думает делать телепорт. Хочет доформить себя БКБ. Считает, что без БКБ здесь драться нет никакого смысла. Наверное, в этом я с ним согласна. Скорее, драться без тиммейтов нет смысла. Я уверен, что они не планируют выкупаться. Что-то первое, что-то второе. Учитывая, что противник с рейсом забрал в сторону, и вы ничего не можете сделать. Но вот сейчас, когда все тут... Снэпфайр, байбэк. У нее имеется ультимейт. Бримастер. Ультимейт также имеется. Зафокусить его было бы замечательно, но печенька от Снэпфайр. Бримастер должен успеть поражать свой ультимейт. Ультимейт от аппарата полетела. Поднимают Медузу, Ветра, Абадон с байбэком, но не выкупается. Бупант проблемы. Зори. Да, но ТБ в дракшине приходит. Бабка выкупилась, решили подраться за уже упавшую сторону. А Рубик запрыгнул слишком далеко, но в размен на Бримастера вышел. Так, но ТБ здесь. Сейчас я нажму БКБ, и ультмедуза не сработает. Давай смотреть, получится у него или нет. Пока что бабка, скорее всего, умирает. Просто бабку забирают. Очень хорошо залетел с Эмбер. Переключается на вторую сторону. Эмбер сейчас слетает на базу и полностью подрегенится. Можно будет еще и Кентавра немножко подхилить с Ботла. Но отгоняет Кентавра иллюзией своей ТБ. Очень много рейндж-крипов, катапульта. Сторона начинает падать. ТБ стоит и смотрит, как его бараки рушатся. 27-ая минута. История, конечно, печальная. Мне бы еще, на самом деле, для воров от Лотус, кому-то придумать, что на минуту загибать после первого спала ТБ. И было вообще кайф. Это уж очень больно ее иллюзии настреливать по всем. Еще до Рошана и заканчивать. Должно быть, это две стороны забрали без. И пойдем спокойно в третьих. Все, что речь свой спирит летит. Может быть, нафигит прям час игра закончится. Да, они не пойдут там, Тавр стоит. Но можно втором сюда пойти, если противник опять же где-то сильных и донет. Потому что перевес 16 тысяч на 27-ой, когда у тебя не то, чтобы нечего Медузе противопоставить, а нечего прописать Медузе, которая не нажмет ультимейт и не включит щит. Собирает себе МКБ Медуза, чтобы опять же было чуть больше урона, потому что с выживаемостью у нее нет проблем. Так как, в принципе, на нее и не нападают. Стопит от Кентавра, заходит у нас ТБ. ТБ проживает БКБ, пытается отойти, стирают Рубика Медуза. Подрубила свой ультимейт. Замерзает Ветспирит, Ветспирит погибает. То есть, размен Рубика на Ветспирита. И тут погибает у нас Рошан. Приходит Эммерспирит, забирает Аегис, забирает у нас ТБ. Перетяжка. По Эммерспириту, но Эммерс с Аегисом, поэтому он ничего не боится. В это время Брюмастер пытается развлекать аппарату со своей Медузой. Медуза летает в ветрах. Подцепили у нас Снэпфайр, Кентавр, Стан. И теперь нужно зафокусить как раз именно Снэпфайр. Фисты добирают Снэпфайр, превосходят богов. Размен на аппарат, но сейчас Кентавр должен с Медузой. Всем объясните, где они неправы и что стоит с этим всем делать. Уже угры есть ультимейт. Можно выбрать его, конечно, нажать. Но контроль говорит о том, что не успевает, смотри, успевает. ГГ. Он успел, но это ГГ. Написали, да? Да, 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 написали. Все, сейчас теперь. Тот самый парень, кстати, написал, который постели ничего не писать. Но эту игру он держался. Игру он держался. И, собственно, ГГ. 1 на 1. Замечательная карта. У меня, на самом деле, не очень много слов о ней есть, потому что они, ну, не знаю, я как будто в цирк сходил для типа того. Зато у меня есть слова. И слова эти следующие, дорогие зрители. Очень интересная информация для вас. Отличные новости, если хотите выиграть все незаменимые для победы в онлайн-игре девайс. Попытайте удачу и латайте шикарную игровую гарнитуру прикок-аналог хедсет. Подписывайтесь и участвуйте. Ссылка на группу Рухаб ВКонтакте можно найти по трансляции в описании канала. Это то, что я вам хотела сказать. А теперь по поводу матча. Митя сказал, что у него нет слов. Одобряю, поддерживаю. И предлагаю, вот без какой-то аналитики, каждый сделал свои выводы, уйти на следующую карту и уже посмотреть, что будет на ней.